В Луганской области сегодня очень неспокойно. Там снова бои, снова обстрелы. Под них попала и наша съемочная группа. Что происходило на самом деле? Узнаем мы Вениамина Трубачева. Веня, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что известно на этой частной ситуации в зоне АТО и что произошло сегодня с вашей группой? Да, Алексей, сегодня в Луганской области действительно шли серьезные бои. Террористы обстреливали позиции украинских войск из градов, минометов и даже самоходных артиллерийских установок. Были атакованы блокпосты вблизи таких населенных пунктов, как Крымская, Новотошковка и Горская. Вот мы как раз работали во время очередной атаки и обстрелы были настолько интенсивные, что пришлось вместе с военными прятаться в укрытии. Вот в последние дни на этом участке фронта, вот стоит отметить, обстановка накалилась, боевики перешли фактически в наступление. Сейчас обстреливают даже вот те позиции, которые украинских сил, которые еще вот буквально неделю назад считались тылом. Поэтому, когда мы сидели вот вместе с бойцами в подвале, у них нервы были, конечно, на пределе. Ну вот во время такого временного затяжья удалось выбраться из подвала. Из укрытия оказалось, что снаряды разрывались буквально в нескольких метрах. Здание это было практически разрушено. Вылетели двери, выбиты были все окна. Конечно, чудом никто не погиб. И частично осколками была даже повреждена техника, которая находилась вокруг. И вот под такими вот постоянными обстрелами сейчас бойцы там держат оборону. На Урале лежал, попало. Попал осколок от минометки. Магазин растрошило, и, соответственно, один магазин же не ровно. Насколько близко взрывалось. Ну, буквально рядом. Метров 15. 15 метров как раз воронка от снаряда есть. Вот, видите, дерево как посекло. Я говорю, хорошо посекло. Вот от этих обстрелов пострадал и наш автомобиль. Кузов посекло осколками, разбито лобовое стекло, разрывало колесо. Вот и за несколько минут до того, как рядом взорвалась эта мина, выпущенная боевиками, мы успели с водителями и оператором выскочить из машины. И произошло это, стоит отметить, на дороге вблизи Лисичанска, где ездит очень много обычных мирных жителей. Осколками разбила и нашу машину. Вот нет части пары, отлетел номер. Вот здесь осколок один зашел, и вот с этой стороны вот есть выходное отверстие, вот здесь вот вылетело. Поэтому можно говорить, что боевики обстреливают уж не только позиции украинской армии, но и стреляют по обычным жителям Донбасса. Причем, стоит сказать, что делают они это целенаправленно. Алексей. Веня, спасибо. Берегите себя, пожалуйста, будьте осторожны. Это был Венемин Трубачев, он сейчас находится в Луганской области. Последние новости узнали от него. Продолжение следует...